всем привет девчонки мы выехали на рыбалочку тимур там рыбачит ну а я поснимаю вам ответы на вопросы тега природу я уже поснимала на канале жили были будет тимур мне сделал лампу такую яркую вы знаете с ней даже можно вышивать я думала она не будет так ярко светить на самом деле нереально можно вышивать вот такая круглая она вот так ее на бутылку можно вот так надеть вот на столе чтобы она на стол светила вот а я взяла ее и вот сюда вот где козырек и подсунула под козырек смотрите как можно вышивать на самом деле ему говорила вряд ли я буду вышивать потому что обычно лампы которые он мне это делал ну как-то они не такие яркие все равно глаза устают а это вы знаете такая яркая лампа реально с ней можно будет вышивать здесь сейчас приехали люди речек не знаю будет лазить не знаю нет потому что на двух машинах большие компании приехали сегодня я буду отвечать на вопросы тега юлии неминской ссылочку я вам дам на юлю и там у нее можно будет в описании найти вот эти вопросы я не могу вам сейчас их скопировать но перейдете по ссылке там в принципе найдете вот девочки мне заскринили и прислали скрины для того чтобы я могла снять я их сохранила на телефон вот на самом деле только летом снимаю в основном теги зимой очень редко вот юля давно просила чтобы я сняла ответы на какой-нибудь ее тег вот но все кто смотрит мой канал знают что я занимаюсь этим обычно летом на природе на рыбалке когда муж рыбачит я его жду так что тут мне пиликаешь замыкает так вопросы значит исповедь блогера первый вопрос сколько часов в неделю тратишь на съемку и монтаж видео ой вы знаете очень много трачу почему очень много трачу потому что у меня три канала ну кто смотрит меня постоянно уже знают вот и трачу естественно ежедневно ежедневно 23 часа у меня на это уходит и конечно же это отнимает время у вышивки но я всегда считала что наверное я больше блогер чем вышивальщица ой какой-то грязный прибежал вы знаете мне скучно заниматься чем-то одним ну то есть я конечно же люблю вышивку но мне хочется и на природу мне хочется и дачей заниматься и по гостям ходить со своей семьей ездить на природу и на дачу вот ну здесь уже либо ты сидишь дома вышиваешь либо ты развлекаешься вот потому что как-то совмещать это не получается вот поэтому поэтому конечно же меньше вышивая но вы знаете то что я снимаю видео на youtube это конечно же я хочу развивать свои каналы но поскольку я всегда занималась съемкой у меня большой архив видео вот и очень интересно пересматривать старые видео когда дети были маленькие когда мы ездили на природу путешествия и я очень люблю видео съемку даже независимо от ютюба это потом уже вот появился моей жизни youtube я стал став видео выкладывать но до этого я все записывал на диски и складывала у меня целая коробка а вот то есть съемка и монтаж видео это мое любимое занятие по жизни это не то что появилось именно сейчас когда я стала блогером просто так у меня получилось совмещать то есть заливать видео на youtube ну и до этого у меня прекрасный видеоархив поэтому я всегда тратила время на съемку и на монтаж видео ты транжира или экономный человек я считаю что я экономный человек в каком плане экономный человек но наши провинциальные зарплаты не получают не дают возможности нам покупать какие-то очень дорогостоящие вещи поэтому я всегда честно признаюсь что самые дорогостоящие вещи это подарки от подписчиков от моих подруг сама я на этом экономила я покупала недорогие наборчики начинала вышивать чудесные иглы прекрасно вышивала нитками гамма кстати мне написали что инесса вы лукавите что вам нитки dmc нравится меньше чем пнк или гамма то есть что они хуже я никогда не говорила что они хуже они лучше но так речка то дети бегают вот я смотрю просто он бывает гавкает когда люди подходят чтобы не испугал детей вот в общем в общем я не считаю что нитки dmc хуже или лучше а дело в том что они очень дорогие они в три раза дороже чем пнк и гамма и я всегда говорила конечно когда есть нитки dmc они прекрасны но когда средства не позволяют можно прекрасно вышивать пнк и гаммы и как раз мне зрительница написала комментарий инесс говорит ну сравнивать говорит пнк и dmc это все равно что сравнивать ладу и мерседес но вы знаете я прекрасно езжу на рады на ладо гранте всю жизнь мы ездим на ладах жигули была лада десятка была теперь лада гранта мы всю жизнь ездим на ладах мы даже не заглядываемся на мерседес потому что мы понимаем что по нашим зарплатам и не осилим поэтому ну а что завидовать и изводиться до расстраиваться из-за того что у тебя не хватает денег на дорогой автомобиль или на дорогие нитки я считаю что прекрасно можно ездить на лазе и прекрасно можно вышивать пнк и гаммы поэтому в этом плане я не могу себя назвать транжиркой все что вы видите у меня дорогостоящего в основном это подарки и в прошлом году я потратила очень много денег это первый раз я вот так прям транжирила накупила миробилии но вы видели в общем в прошлом году вы видели что я накупила сэмплеры вот но опять же потому что меня был юбилей 50 лет мне все дарили деньгами и я все эти деньги потратила на вышивку если бы не было таких подарков то я из зарплаты мужа на такие бы деньги не тратила вот ну потому что зарплата мужа она у нас идет на ипотеку на автомобиль вот на оплату коммунальных услуг поэтому я прекрасно умею считать деньги и я не куплю себе вышивку чтобы потом влезть в долги и чтобы на мне висели эти долги я не считаю это ни к чему третий вопрос когда тебе проще всего снимать на самом деле мне все равно как снимать и где снимать я уже настолько привыкла что мне нет разницы одной сидеть на на вопросы тега отвечать или просто болтать я всегда найду о чем поговорить мне видео со зрителями если мы в компании я всегда найду возможность взять камеру какие-то фрагменты поснимать то есть это уже даже настолько вошло в привычку за всю жизнь что хоть ночью уходит с ним утром правда не могу снимать поскольку я утром люблю подольше поспать вот единственный наверное момент когда я не снимаю четвертый вопрос что помогает тебе расслабиться перед камерой абсолютно ничего как вы видели когда я начала вести канал первое видео когда я появилась лицом в камеру было достаточно скованное ну все это было единственное наверное видео вот я даже когда первые дни вела эфир но я там больше переживала за техническую часть не так как я выгляжу в кадре а как технически у меня это получится вот а на самом деле никогда не стеснялась камеры потому что я училась музыкально-педагогическом училище и мы там все экзамены сдавали на сцене то есть ты выходишь на сцену сидит полный зал и ты играешь на фортепиано а вот и при этом привет я снимаю тег нари как ярко светит тимур даже вышивать можно вот так что это не мешает мне камера мне вообще никак не мешает расслабиться поскольку сдавать экзамены перед огромной аудитории это тоже была большая ответственность да твой чай я выпил я попила уже поела вот так что вообще никак не камера не смущает не то что по ту сторону камеры сидят зрители и даже иногда вот когда я рассказываю на вопросы отвечаю сижу перед камерой и даже забываю иногда что там есть зрители вот и иногда если даже комментарий такой напишут что вы же перед камерой там что-то не так а вот я даже не заостряю на этом внимание потому что когда я что-то рассказываю я могу даже себя ощущать вот что я просто сижу в машине там с подругой и ей рассказываю то есть то что это потом будет смотреть тысячная аудитория я об этом особо не думаю наверное если бы я об этом думала наверное бы я не смогла расслабиться в кадре пятый вопрос какая у тебя самая дурная привычка в макияже уходе или укладке волос а вот в этом плане у меня нет ни дурных привычек не полезных привычек а встала утром умылась суп почистила расчесалась и все я совершенно не думаю косметики я совершенно не дут я иногда губы чуть-чуть подкрашиваю ну и то больше наверно потому что они обветриваются у нас же ветер в оренбурге часто а вот кожа у меня достаточно хорошая я не использую никакие увлажняющие крема даже вот сейчас жара вот и руки слава богу у меня кожа хорошая я никогда ничем не пользуюсь вот поэтому у меня нет вообще никакой уходовой косметики если даже что-то есть это мне дарили вот я даже не помню давным-давно я покупала у меня видео было об этом но я ей практически не пользовалась это лето жаркое вообще 30 9 40 42 вот и в основном я езжу на дачу но это глупо использовать там косметику работаю я на дому мне практически некуда пользоваться косметикой и поэтому это не вошло у меня в привычку когда я была молодая конечно же я красилась вот но потом уже не считала нужным вот укладки у меня нет только на свадьбу к дочери я ходила в салон и делал там укладку а вот поэтому не дурных не хороших привычек у меня нет мудрое изречение мудрое изречение по которому ты хотела бы чтобы жил весь мир ой вы знаете девчонки я кстати заранее вопросы не читала потому что если заранее читать и как-то готовить ответы уже просто какое-то постановочное видео получается я не люблю постановочные видео поэтому я не готовлюсь никогда к тегам вы знаете что хочу сказать я никогда не думала то как я хочу чтобы жил весь мир дело в том что вот я живу как-то вот сама по себе и я не считаю нужным говорить даже людям что они должны жить так как я и то же самое я никогда не подстраиваюсь под людей я могу подстроиться только под мужа там под маму под детей то есть под людей которые рядом со мной живут но как живут посторонние люди если честно я даже не задумываюсь вообще не задумываюсь почему когда я пришла на youtube меня удивляли некоторые комментарии иногда они меня раздражали сейчас я уже к ним привыкаю вот наверное от того что меня удивляло что оказывается люди вон какие вон как они мыслят оказывается вот ну то есть действительно для меня было открытие я вообще об этом не задумываюсь и как я могу хотеть чтобы жил весь мир все равно это невозможно я люблю думать и рассуждать только на такую тему которая ну возможно это сбудется а я понимаю что весь мир не будет никогда жить так хочу как хочу этого я вот и я считаю что каждый даже человек в праве жить так как он хочет он не обязан ни под кого подстраиваться он должен соблюдать определенные нормы и правила поведения в обществе но жить он имеет право так как хочет вот ну единственное если я скажу конечно банальные вещи чтобы был мир во всем мире но это тоже исключено такого тоже не может быть но это опять же это банальщина да вот то есть все я думаю что все кто отвечал вопрос на вопросы я думаю что как раз они так какие-нибудь вот такие фразы берут типа мир во всем мире вот мудрое изречение мудрое изречение вы знаете вот сейчас такая идет тенденция общаться статусами вконтакте то есть берут статусы вконтакте или картинки вконтакте постоянных выкладывают на свою страницу я если это и делала когда-нибудь может это было от силы пару раз а вот вот опять же да я даже сейчас сразу не могу их вспомнить потому что видимо я их и не читаю эти изречения все изречения и все фразы которые я использую я как-то сама логически до них дошла то есть это чисто мои мысли не ну бывает где-то книгу читаешь какая-то фраза запомнится в голову въелась ну вот конкретно чтобы она относилась вот к тому что хочу чтобы так жил весь мир не могу сейчас вспомнить мне кажется даже если весь мир будет жить по каким-то правилам и все будут одинаковые это вообще будет скучно я считаю что мудрое изречение что все должны быть разные иначе даже нет не будет смысла у вас ездить в другие страны и смотреть другие культуры если мы все будем похожи друг на друга поэтому это вообще не мудро желать чтобы все были одинаковы будет скучно на сколько времени ты тратишь каждый день на сборы смотря какие сборы если день рождения праздник свадьба то конечно же надо накраситься волос уложить наряд подготовить а если например мне муж скажет поехали на рыбалку все я уже готова мои куштаны отдела я готова термос чай налили в кулинарии купили пирожки поехали а вообще я очень быстрая на подъем очень быстро главное мне расчесаться умыться все и одеть то что есть под рукой я никогда не уделяю много внимания одежды на самом деле даже было бы странно если бы я уделяла много внимания потому что вот сейчас на меня прыгнул ричик и я вся грязная ричик же там в речке чупахался и потом прыгнул на меня я сижу у меня грязная майка грязные штаны и даже нет смысла одевать сюда какую-то красивую и дорогую одежду вот он пришел чумазик именно поэтому наверное я многое успеваю часто задаваемый вопрос инесса как вы все успеваете я совершенно не трачу время на условности то есть вот эти условности когда нужно прежде чем выйти из дома нужно накраситься там нужно нарядиться там нужно еще что-то три раза поплевать через левое плечо чтобы тебя не сглазили там где-то на улице еще какие-то ритуалы сделал я еще не знаю что люди делают когда они собираются по два часа вот честно я не знаю чего они делают и так нравится что я от всего этого независима поэтому наверное у меня больше свободного времени на увлечение или вот на отдых потому что я я вообще все делаю быстро вот если мне что-то надо сделать я делаю быстро и собираюсь я быстро мне нужно освободить как можно больше времени для отдыха обалдеть и повышевать а твое любимое видео на youtube любимое видео на youtube когда я только-только начинала вести каналы у меня наверное были какие-то любимые видео но потом когда я полностью погрузилась в ведение своих каналов я очень редко смотрю другие видео и я даже не могу сказать какое мне видео нравится мало того я пересматриваю все свои видео может кому-то покажется что я на себя любуюсь от себя любимую нет это не так а дело в том что и когда я пересматриваю свои видео я для себя отмечаю где у меня слова паразиты где я должна выбрать какой-то другой ракурс какое-то другое освещение где-то звук плохой то есть мне как видеографу хочется чтобы качество звука видео было получше чтобы видео мои были интереснее и я их анализирую потому что когда тебе дают советы кто-то из зрителей вот или из блогеров ну какие-то советы да что инс не делай так не чмокай не бегай не мекай еще что-то такое вот это одно когда тебе дают какие-то советы но когда ты смотришь на себя со стороны то ты действительно отмечаешь для себя какие-то моменты объективные эти замечания или не объективны например если я за все видео всего пару раз сказала беме и при этом мне написали что я считаю что это не объективно это же видео не постановочное вот но я конечно искореняла в себе какие-то ошибки например вот к примеру вот у меня аллергии часто чешется нос как бы он у меня не чесался я стараюсь его в кадре не чесать потому что у нас сейчас все сплошь и рядом психологи они считают почесала нос значит врешь не смотришь в камеру потому что обманываешься не можешь людям в глаза смотреть на самом деле просто фонарь мне вот этот глаза светит и он здесь в объективе отсвечивает вот но то есть когда наблюдаю люди иногда следят за какими-то вербальными признаками которые вообще не относятся к твоим мыслям я когда стороны наблюдаю я даже уже знаю вот сейчас зрители подумают так или напишут вот так и действительно это совпадает именно так потом и пишут вот и я за собой наблюдаю вот и вот это вот допустим привычка терпеть не чесать нос в кадре хотя он постоянно у меня свербит если бы я хотела я вот так вот делала постоянно но я это не делаю я держу себя в руках потому что потом это со стороны смотрится не очень красиво я люблю подолгу отвечать на вопросы тега развернуто вот ну девчонки же любят длинные болталки правда вот если сухо отвечаю я не люблю теги когда девчонки сухо отвечают поэтому я сама то есть я снимаю видео все равно в большей части на свой вкус а вот поэтому вот мое любимое на ютюбе видео вообще даже не знаю не могу сказать для того чтобы оно было любимое наверное нужно много смотреть youtube а я сейчас смотрю youtube так быстро поверхностно и стараюсь смотреть по делу просто потому что нет свободного времени чтобы вот так сидеть пересматривать все подряд вот и для того чтобы появилось какое-то любимое видео раньше конечно же было и фильмы и видео конечно же они были девятый вопрос youtube блогер который на твой взгляд заслуживает больше подписчиков и просмотров чем он уже имеет вы знаете я сейчас скажу может быть такую вещь которая обидит некоторых блогеров но я не хочу никого конкретно обидеть я считаю что каждый имеет и заслуживает столько подписчиков сколько у него есть вот если много подписчиков значит людям нравится канал именно поэтому они на него подписываются вот но на самом деле количество подписчиков сейчас не играет никакой роли потому что если вы посмотрите количество просмотров она очень редко бывает такое же как количество подписчиков и это нормально то есть люди подписываются смотрят смотрят канал потом появляются новые каналы они уходят туда это нормально то есть вот такая текучка на youtube это нормально если вы новые зрители новые каналы не появлялись конечно же люди по-прежнему посмотрели старые потому что нечего было бы смотреть а поскольку с каждым годом выбор велик вот и люди как-то уже так распределяются по каналам вот намного сложнее конечно же набрать подписчиков и вот допустим у меня огородный канал он лидирует потом идет вышивальный а уж потом идет канал жили были хотя каналу жили были я уделяю больше всего времени но там меньше всего подписчиков чем это обусловлено это обусловлено тем что я на садово-огородный канал снимаю что-то типа мастер-классов как сажать вот как семена сажает там урожай какой какие сорта помидор лучше а вот и в поиске когда забивают выходят на эти видео то есть они полезные люди их ищут а на моем блоговом канале они же не будут искать как живет инесса там вот ну то есть понимаете моя жизнь она же никому особо не интересно кроме как мои подписчики с вышивального канала вот или с садово-огородного канала конечно если бы это была жизнь ксении собчак то за ней бы наблюдали многие но кто такая инесса да женщина из провинции и естественно не будут особо по поиску выходить на такие каналы а вот на влоговом канале тяжелее набрать подписчиков честно тяжелее и я считаю что вот сколько у меня есть сейчас подписчиков ну вот столько я и заслужила потому что ну есть конечно же каналы более интересные молодые девчонки снимают у них жизнь на очень насыщенная они ездят по разным странам обзоры косметики дорогой делают я не могу ничего такого зрителям показать чтобы их заинтересовало вот поэтому если у меня очень сложно продвигается канал жили были хотя просмотры там нормальные я не так я не скажу что просмотры плохие я считаю что для моего уровня я считаю нормально тихо речка я считаю нормальные просмотры и нормальное число подписчиков когда ты когда я на вышивальном канале набрала по моему три тысячи подписчиков сейчас точно уже не скажу я так радовалась и проводила розыгрыш а тимур говорит ну вот когда будет 10 тысяч подписчиков то еще проведешь какие 10 мне хоть бы 5 набрать посмотри грудь девчонки молодые вон какие вышивают работы какие шикарные это пять тысяч сложно набирают я город и 10 его ты чё какие 10 горя 10 на вышивальном сроду не наберу и потом смотрю уже как-то быстро быстро и уже 15 вот то есть я считаю даже 15 тысяч для меня для тех работ которые я вышиваю это объективно это объективно если я наберу больше если честно я буду удивлена потому что она у меня по факту у меня нет никаких шедевров я вышиваю обычные дешевые наборы ничего такого сверхъестественного на моем канале не было необычного вот ну вот икона серафим саровский да камнями которую я вышивала и сэмплер который я вышила это вот может быть было что-то такое что отличалось от прежних лет вот в этом году да вот большой процесс я от александра токарева начала тоже в принципе новое да но я же еще и не закончила процесс вот поэтому сказать что прямо на моем канале всегда что-то было такое обалденное и я заслуживаю 40 тысяч подписчиков нет конечно же нет вот и мы видим кто много вышивает у них конечно же подписчиков больше но бывает что человек вышивает хорошо но он не очень интересный рассказчик или он некачественно снимает видео а это для youtube и тоже очень важно вот так что можно конечно же вышивать cd шедевры но при этом не уметь снимать видео и не интересно рассказывать вот поэтому если даже подписчиков мало а вышит их работ много вот но мы же на ютюбе здесь же главный фактор это блогерство то есть так как блогер пред представляет а вот свои работы вот ну то есть нужно их еще и уметь красиво подать девчонки а сегодня скучно рассказываю я сегодня на релаксе вообще на расслабоне и здесь еще компания вот рядом и я громче говорить не хочу то тихо и наверно слышно вот это не то что я комплексую ну как бы перестань этот гавкает люди с ночевкой палатку раскладывают вот а мы домой сегодня поедем ночевать я когда-то слышала такое высказывание на ютюбе что у кого-то не заслуженно мало подписчиков я и говорила это и два года назад и три года назад что я не считаю что у кого-то не заслуженно мало а иногда блогер не умеет правильно оптимизировать свое видео для того чтобы она выходила в поиск вот но опять же если человек стал блогером если он не просто фотографирует свои работы и выкладывает в инстаграм а именно хочет быть блогером на ютюб на ютюбе то нужно проходить школу блогеров смотреть соответствующие видео для того чтобы продвигать дело в том что блогер это не только вышел снял видео выложил еще и нужно уметь технически сделать так чтобы твои видео попадали в рекомендации вот поэтому если человек это не изучил и не делает ну значит он как блогер еще не достиг того уровня которого нужно достичь и поскольку алгоритмы ютюба постоянно меняются нужно постоянно это изучать вот это очень сложный труд на самом деле для того чтобы набирать большое количество подписчиков даже график по которому вы выкладываете видео время в которое вы выкладываете видео это все очень важно кажется что это такие мелочи но для продвижения канала это очень и очень важно десятый вопрос самый неловкий момент во время съемки видео я не помню уже ну когда что-то оговорилась оговорилась например в эфире или в видео а потом ты уже видео монтируешь и ты не имеешь возможности переснять или вставить это слово какое нужно а ты оговорилась например жестко и приехать опять на природу переснять этот дубль ты уже не можешь а вот но таких прям уж сильно курьезных не было вот все что в видео можно по сути вырезать если что-то лишнее а вот во время трансляции я стараюсь не есть и чай не пить а я очень боюсь поперхнуться в этот момент потому что когда мы едим и разговариваем а вот бывает такое что можно поперхнуться и вы знаете вот этого я почему-то всегда боюсь поэтому даже когда у меня длинные стримы я очень редко пью чай или воду потому что это такой неловкий момент когда-то поперхнулась в эфире да и голос еще потом пропал как дальше продолжать вести стрим вот ну как-то вот у меня всегда почему-то по этому поводу вот такие мысли вот я все время боюсь этого неловкого момента или чихнуть например в эфире вот когда вот аллергия нос свербит или кам кошка подошла речка подошел пуха в нос попал у тебя свербит а ты делаешь вид что ничего не происходит и очень боишься в этот момент чихнуть хотя в принципе в чихе ничего такого особенного нет но мне кажется что это так не очень такой ловкий момент 11 сколько времени занимает подготовка к видео вообще нисколько вот включила камеру и поехали единственное а ну может конечно пока зарядила батарейки сейчас взяла с собой штатив а пока там штатив прикрутила пока сейчас сняла поставила в машину пока сюда свет настроила в принципе тоже суета вот это вот я в ри по времени считала но тоже на это уходит а мне самой по сути готовиться не надо мне нужно только подготовить технику 12 во время съемки на тебе обычные уличные брюки юбка или домашние треники пижама все зависит от того где я и как снимаю видео вот сейчас я на рыбалке простая майка на огород поеду майка дома также майка могу в халате на канале жили были могу в халате это же жизнь это хоум видео до домашнее видео могу в халате если я куда-то иду и одеваюсь то есть моя одежда она соответствует съемки вот и специально для съемки я не наряжаюсь и не переодеваюсь я всегда говорила мой канал не будет гламурный я не хочу выглядеть гламурно то есть я хочу выглядеть естественно для того чтобы выглядеть естественно для того чтобы у зрителя создавалось впечатление что они пришли ко мне в просто со мной сидят рядом я не должна изображать из себя то чего нет я сама не люблю постановочные видео а мне больше нравится душевные видео просто болталки вы знаете то что у меня канал жили-были да я могла бы утром проснуться и сразу снимать себя в сорочке это конечно же я не делаю на мой взгляд пижама и сорочка это одежда для того чтобы в ней спать вот хотя я не говорю что это плохо мы же на пляже в купальниках себя можем снимать но из каких соображений я не снимаю но как-то я уже взрослая женщина мне кажется что в сорочке это какой-то немножечко интимный момент но это чисто может быть мои загоны такие вот в купальнике например я себя не снимаю но потому что мне не идеальная фигура может быть если бы меня была идеальная фигура я бы снимала себя в купальнике может если у меня была бы красивая фигура мимо было бы 25 лет может я вообще бы рекламировала нижнее белье в кто знает но то есть я не знаю может быть это вот я не говорю что это вот плохо я не могу сказать что что это плохо, но я стесняюсь себя снимать в сорочках, в пижамах и в купальниках. Но когда это делают другие, я, в принципе, нормально на это реагирую. Единственное, что если, например, на пляже красивый купальник, это выглядит естественно, как-то нормально. Но если человек находится в какой-то обстановке другой, и, например, такой там большой разрез, что видно в бикини, ну, как-то, на мой взгляд, это... Ну, то есть, вот я считаю, что если я одета вот в такую простую одежду, это совершенно не скажется на количестве подписчиков и на количестве просмотров. Потому что даже если я одену красивую брендовую одежду и говорить буду так, то же самое, что я говорю сейчас, на меня все равно пропишутся простые женщины, вот, а не молодые девушки, которые... гламурные девушки, да? То есть они же все равно будут на меня подписываться. Но, понимаете, если я сейчас одену какое-то вечернее платье, сделаю макияж, сяду и буду здесь вот в машине, да, вот сидеть так красиво, красиво вещать, да, но это все равно буду не я. Это все равно буду не я, поэтому вот такая простая спортивная одежда, повседневная одежда меня больше всего устраивает, я в ней очень комфортно себя чувствую. Вот, поэтому мне вообще все равно, что на мне одета. Это никак не отразится на то, о чем я говорю. То есть неважно, я буду в брюках, в трениках или в пижаме, говорить-то я все равно буду одно и то же. Но вот знаете, о чем только я подумала? Единственное, что, например, если у меня треники с растянутыми коленками, то я буду выбирать такой ракурс, чтобы эти коленки не было видно. Или, например, если у меня топик, да, вот, например, видно там грудь, плечи, но я, например, стесняюсь оголяться на публике, конечно же, я не буду в таком виде себя снимать. Вот, но я просто себя буду неловко чувствовать, я сама буду на себя смотреть и буду комплексовать, и не буду думать вот о тексте, да, что я говорю, а буду зациклена на том, что меня будут люди разглядывать, и при этом будут разглядывать все мои недостатки. Вы знаете, с одной стороны, вроде мне плевать, что скажут другие, а с другой стороны, я, наверное, очень зависима от чужого мнения, если я об этом думаю. Если бы мне было все равно, я бы сейчас одела топик, сказала бы, у меня жара, мне пофигу. Вот, а на самом деле нет. Я стараюсь скрыть свои недостатки. Тринадцатый вопрос, последний. Чем ты больше всего гордишься в жизни? Больше всего в жизни я горжусь своей семьей. Я считаю, что семья – это основное для женщины, и неважно, сколько бы мы зарабатывали, какие бы мы вышивки вышивали, какие бы видео мы тут снимали на YouTube, все равно большую часть времени мы проводим со своей семьей. Ну, если кому-то семья не доставляет, например, удовольствия, может, для них это не важно. Но я считаю, что самое большое мое достижение – это моя семья. Даже не мои работы, не мой огород, не покупка квартиры – это достижение, а вот именно семья. Ну, опять же, это мое мнение. Все, вопросы закончились. Надеюсь, тег сегодня был не очень скучный. Не в моей манере, да, обычно я такая эмоциональная. Сегодня мне так лень эмоционировать, я так сегодня расслабилась. Вот, и спала сегодня долго, выспалась. Вот, и здесь на природе расслабилась. Вот, так что, надеюсь, вам не очень было скучно. Не забывайте ставить лайки. Спасибо вам большое за просмотр. Юля, спасибо за тег. Так, с вами была Инесса, пока-пока. Что, есть рыба? Поймал саменка. Что, сейчас топить будем? Как-то, нет, я сейчас снимала видео про то, что я никакую рыбу отпускать не буду. Я его кошкам заберу. Не для этого я езжу на рыбалку. Мне пофигу, что говорят твои рыбаки. Он вырастет, а потом все равно ты его поймаешь и убьешь. Какая разница? Я убью сейчас. Это штраф. Ну, какой штраф, блин, я не понимаю. Смотрите, он пошел саменка выпускать. Не надо его выпускать. Какой штраф? Здесь нет полиции. Здесь нет полиции, и никто тебя не оштрафует. Блин. Ну, иди, ладно, лови большого. Ладно, отпускай. Вот, видели, что делается? А я сняла как раз видео. Короче, пока я сижу в машине, болтаю. Смотрите-ка, меня Ричик запачкал. Ладно, пусть идет, отпускает. Его рыба пусть что хочет, то и делает. Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»